Все мы передвигаемся на ногах день за днём, не придавая особого значения состоянию вен наших ног. Однако цифры, проведённого в Бонне исследовании, вселяют тревогу. Всего лишь около 10% взрослых людей в Германии имеют здоровые вены, а 6-7% лиц в возрасте от 18 до 79 лет уже перенесли хирургическое вмешательство на венах нижних конечностей. Тем не менее, современные и порой минимально инвазивные методы лечения позволяют достичь хороших и даже отличных результатов с помощью хирургического вмешательства на венах нижних конечностей. В дополнение к хирургическому лечению заболеваний вен, существенным фактором для получения успешного результата является адекватное послеоперационное компрессионное лечение. В то же время традиционные методы лечения с использованием компрессионных бандажей требуют больших временных затрат и высоко профессиональной подготовки врача или среднего медперсонала. Ослабевшие компрессионные бандажи редко являются причиной обширных гематом и характерных отеков. Совсем иная ситуация при использовании компрессионного трикотажа МЕДИ. Компрессионный трикотаж МЕДИ отличает заданный уровень давления и постепенное уменьшение этого давления в проксимальном направлении. Именно убывающий градиент давления стимулирует увеличение скорости венозного возврата. Высокая степень эластичности используемого материала обеспечивает необходимое компрессионное воздействие в течение всего времени вне зависимости от интенсивности работы мышц. При этом предупреждается развитие отеков. Простота, с которой надеваются компрессионные чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА, имеют особое преимущество при лечении пациентов абулаторно. Надевать трикотаж чрезвычайно просто, и даже родственники пациента могут помочь ему надеть чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА. Для надевания компрессионных чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА требуется всего несколько этапов. Специальное приспособление МЕДИ ВЕН БАТЛЕР ГОСПИТАЛЬНЫЙ значительно облегчает надевание трикотажа. При необходимости обследования ран чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА легко снимаются и затем используются повторно. Не требуется разрезание или требующего времени разматывания и повторного наложения компрессионных бандажей. Компрессионные чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА можно использовать многократно. И последнее. В связи с тем, что чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА удобны в использовании и позволяют избегать болезненного задавления тканей, увеличивается приверженность пациента к этому способу компрессионной терапии, что является важным фактором для успешного лечения. В Роббель с коллегами сравнили эффективность компрессионных бандажей и компрессионных чулок, используя сравнительные измерения в условиях клинического исследования. Целью исследования являлось сравнение компрессионного воздействия компрессионных бандажей и компрессионных чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА у пациентов с первичным варикозным расширением вен. Сравнение проводили между компрессионными бандажами, накладываемыми по стандартному типу, или в адаптированном к давлению виде по компрессионным классам 2 и 3, и компрессионными чулками МЕДИ ВЕН СТРУВА, производящими давление 23 мм рт. ст. и 35 мм рт. ст. в области лодыжек. Измерение скорости кровотока и объемного кровотока под воздействием компрессионных бандажей двух типов компрессионных чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА проводили на 50 пациентах кандидатах на операцию по удалению большой подкожной вены. Было установлено, что компрессионные чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА способствуют увеличению скорости кровотока более чем на 60% и более чем в 2 раза увеличивают объемный кровоток. В своих заключениях исследователи утверждают, что эффект по применению компрессионных чулок по меньшей мере не уступает, а в ряде случаев превосходит эффект от применения традиционных компрессионных бандажей как при послеоперационной компрессионной терапии, так и при профилактике тромбозов. Профессор Хуго Парч, директор департамента дерматологии госпиталя Вильгельмеда в Вене, проводит свои собственные исследования по компрессионной терапии в течение многих лет. Чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА представляют собой рациональную комбинацию компрессионных чулок для профилактики тромбоза у соблюдающих постельный режим послеоперационных пациентов и компрессионных чулок, предназначенных для амбулаторных больных. На основании результатов исследования, проведенного в клинике дерматологии госпиталя Минден, чулки МЕДИ ВЕН СТРУВА 35 описываются как упрощенная компрессионная терапия после стриппинга большой подкожной вены или сравнимых хирургических вмешательств. Бо Майер с коллегами провели количественное исследование с помощью дуплексной сценографии с целью получить доказательство медицинской эффективности компрессионной терапии при использовании МЕДИ ВЕН СТРУВА 35 с одной стороны, а с другой изучить эффективность действия компрессионной терапии на венозный кровоток. Результаты исследования показали высокодостоверное уменьшение диаметра основных глубоких вен и высокодостоверное увеличение скорости кровотока в поверхностной вене бедра. Современные методики, такие как эндовенозная лазерная абляция, в случае недостаточности большой подкожной вены также выигрывают от регулярного послеоперационного компрессионного лечения. В проспективном рандомизированном исследовании, проведённом Малетти и Лугли в госпитале Исперия Модена, Италия, воздействие компрессионной терапии с использованием чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА 35 на послеоперационное чувство боли было изучено на 178 пациентах. Анализ послеоперационной боли, степень которой определяли с помощью визуальной аналоговой шкалы, показал следующее. Через 7 дней после эндовенозной лазерной абляции интенсивность послеоперационной боли была значительно меньше в группе пациентов, получавших компрессионное лечение с помощью чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА 35, чем в контрольной группе, не получавшей компрессионного лечения. Данные результаты являются впечатляющими и показывают, что можно значительно ослабить послеоперационную боль с помощью компрессионных чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА 35 после эндовенозной лазерной абляции. Обсуждая современные флебологические методики и процедуры, такие как склерозирование вен, многие врачи подтверждают эффективность компрессионных чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА. Обычно после флебосклерозирования накладывается компрессионный бандаж для адекватного давления на склерозированную область. Но часто пациенты испытывают неудобства, поскольку повязки соскальзывают. Если же мы переходим на использование чулок МЕДИ ВЕН СТРУВА, пациент переносит компрессионную терапию безо всяких проблем, что делает лечение более успешным. Надеть чулки значительно проще, чем наложить компрессионный бандаж. Бандаж может соскальзывать или ослабевать. Чулки можно легко натянуть, оставить их надетыми на ночь, в случае чувства давления, снять их на какое-то время, затем снова надеть. Все это, без сомнения, невозможно проделать с бандажом. МЕДИ ВЕН СТРУВА МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ В СОЧЕТАНИЕ С ПРОСТОТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ для Ваших пациентов. МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ